МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, проходил городской конкурс, я не раздумывая сразу подала заявку, как бы уже давно готовилась к этому конкурсу. А, то есть вы сами подали? Да, конечно, это желание каждого, да, кто хочет подать, любой педагогический работник дошкольного образования мог подать. Я как бы сразу подала заявку и начала готовиться. Когда пришло положение, что там нужно сделать, быстренько определились, что нужно сделать, и приняли участие, волновались. Вот были уверены в своей победе или нет? Ну, хотелось, конечно, выиграть, но уверенности не было, потому что была такая хорошая, здоровая конкуренция. Все девочки были молодцы. Было немножко, наверное, с одной стороны и неожиданно то, что выиграла, а с другой стороны, наверное, все-таки... Все-таки ожидано. Ожиданно, да. Заслуженно все. Ну, думаю, что, наверное, да. Не знаю. Наталья Федорова, сколько лет вы в образовании? В Калинке работаю 8 лет. Получается, пришла в апреле месяце, 21 апреля. 8 лет назад, а вот получается 8 лет как работаю. И ни разу не было мысли уйти? Нет. Не было. Вот знаете, мне непонятно, потому что я когда вижу воспитателя, и человек 30, не человек, а детей маленьких, мне кажется, это что-то убийственное. Ну, на самом деле нет. Приходишь в детский сад, заходишь в свою группу, как к себе домой, это мой второй дом. Как я говорю, это мое, наверное, да, это мой второй дом, действительно. Ну, это призвание. Вот все-таки воспитатель, это однозначно призвание. Вот нельзя этому, знаете, научиться и через силу работать воспитателем. Ну, да. Потому что это будет очень тяжело. Согласна, что пришел, увидел и остался. Вы любите детей? Да, я люблю детей. Я люблю детей, я люблю свою работу. Дети, наверное, любят меня. Ну, конечно, это, видите, уже даже конкурс показал. Да, люблю детей. С удовольствием иду на работу. Нет такого, что ты приходишь на работу и думаешь, вот, шорт, да, как доработать до шести. Да, действительно, такого нет, что нужно доработать до шести. Ты приходишь, включаешься, и вот этот вот день просто проживаешь вместе с детьми. Мы сейчас работаем по проектной деятельности. Это что такое? Проектная деятельность – это такая технология, когда мы с детьми сами, вместе с детьми планируем образовательный процесс. То есть это не как раньше было. То есть это не вы сами дома придумываете какие-то задания? Нет, совершенно нет. То есть, получается, раньше, если я, например, планировала, сначала все распланировала, пришла в группу детей, спровоцировала на то, что мне нужно, да, и уже дети по моей, как бы, схеме, да, работают. По принуждению, да, грубо говоря. А сейчас, наоборот, мы собираемся на детском совете, у нас есть такой детский совет, мы сейчас садимся в кружок, собираемся и начинаем беседовать. Сначала мы просто говорим, вот ты сегодня, когда шел, что ты, например, видел, да, вокруг тебя, что тебя, может быть, удивило? Дети начинают общаться, вот как мы с вами общаемся, точно так же дети начинают общаться. Мы выявляем интерес детей, да, например, там, кто-то видел высокое здание, да, кто-то видел какой-то новый автомобиль. Я, как бы, прислушиваясь к мнению детей, мы эту тему развиваем, выявляем какую-то общую тему, которая интересна, ну, например, транспорт, да, грубо говоря, и понимаем, что, а что мы знаем о транспорте? И какой-то интерактив составляете. Ну, да, получается, это у нас есть такая интерактивная панель, это просто дети сами зарисовывают, то есть они сами планируют. Вот мы, например, транспорт, мы рисуем в центре какой-то автомобиль, да, и спрашиваем их, А что вы знаете о транспорте? Ну, они там, например, могут сказать, что есть... Грузовики, легковые машины. Да, да, да. Ну, то есть это, получается, есть воздушный транспорт, есть какой еще у нас водный транспорт, да? Ну, вот, слушайте, ну, чтобы вот такое обсуждать, мне кажется, это дети должны быть все-таки постарше уже. Ну, на самом деле нет. Я вот сначала, получается, вторую младшую группу взяла. Это сколько лет? Это, получается, 3-4 года, да? Ну, это прям как моя дочь. Да, и когда ты с ними обсуждаешь, каждый день дети привычны к тому, что ты собеседник, я с ним на одном уровне. Я не нахожусь как-то выше, да? То есть я думаю, что вот, наверное, самая такая сейчас важная задача в воспитателе не поднять ребенка до уровня воспитателя, а самой уметь опуститься, да, до уровня детей. И когда дети это все обсуждают, они говорят, например, вот, а я вот не знаю, да, что-то там из этого же транспорта, мы говорим, а как можно узнать? И дети сами предлагают, как можно узнать это. Можно спросить у мамы и папы, это очень популярный ответ. Можно, например, посмотреть в интернете. А как можно посмотреть в интернете? Ну, в ноутбуке, да, там они сейчас... Дети такие продвинутые у нас. Дети продвинутые вообще. Алиса спрашивает, да. Кто-то говорит, что можно нарисовать. Вот, то есть мы определяем локации, в которых они... На следующий день они уже приходят не только я со своими какими-то новыми знаниями им даю, а иногда бывает такое, что дети приходят и начинают что-то рассказывать, а я такая, надо же, а я этого не знала. Вот, да, вот буквально у нас недавно был насекомое проект, да, и девочка там у меня начала рассказывать такое про муравья. Оказывается, столько интересного. Столько информации. Что я думаю, да, вот видите, я учусь у ребёнка. Вот, знаете, Наталья Фёдоровна, есть такое мнение, вот особенно при адаптации ребёнка, то есть вот когда ребёнок только идёт первый раз в садик, что вот он ходит не к друзьям, не к детям, а именно к воспитателю. Или вот что вот нужно, чтобы именно воспитатель был хороший, как-то наладить подход с воспитателем, поэтому обычно родители, знаете, вот подарочки дарят, конфеты, как-то общаются с воспитателем. Ну, если они дарят какие-то подарочки и конфеты, то, наверное, скорее всего, быстрее больше родитель хочет наладить контакт с воспитателем, как бы задобрить. На самом деле у воспитателя все детки одинаково не приходят, мы их ждём, и вот это вот именно коммуникация воспитателя и детей, да, и дети, да, действительно идут сначала на воспитателя, потому что они же никого не знают, да, И задача воспитателя создать вот такую окружающую среду, такую коммуникацию, да, чтобы ребёнок уже шёл к друзьям. То есть вот этот же утренний круг, например, это же планирование. Дети по интересам себя, да, например, определяют. Вот я, например, решила нарисовать того же муравья. Меня спросят, Наташа, ты хочешь нарисовать муравья? А кого ты возьмёшь к себе, да? Я говорю, я хочу взять Ульяну. То есть я выражаю свою симпатию и смотрю, а Ульяна согласна со мной или нет. То есть таким образом круг общения налаживается. Ну вот видите, вот не все же детки такие открытые, коммуникабельные. Вот ко всем нужен, получается, разный какой-то подход. Ну да, если есть ребёнок, который немножко такой закрытый, не идёт на коммуникацию, да, но я понимаю, что всё равно, наблюдая за ребёнком, я понимаю, что он кому-то ближе тянется, да, я могу... Как у них, да, группа ровать? Да, конечно, я могу подойти и сказать, возьмите, пожалуйста, там, например, Илью, да, пусть он вместе с вами поиграет. Дети всегда... Ой, мои-то я прямо, знаете, вот прямо представляю. Я сама, когда, то есть, когда воспитатель погружается в игру с детьми, да, говорит, вот я хочу с Ильёй поиграть, кто хочет со мной? То есть все детки придут на меня, да, сначала, но они увидят, что может Илья, да, я вижу, что он там, например, конструирует отлично. И у меня даже была такая, вот во второй младшей группе, кстати, я не знаю, придумала или как, называлась у меня индивидуальная выставка, такая технология индивидуальной выставки, когда замкнутых детей, я работала с родителями и говорила, что может ваш ребёнок, расскажите, о чём, что он может сделать, да. То есть там либо картинки, либо там какие-то у нас мальчик делал музей оригами, да, то есть они с папой много-много сделали всего оригами. Папа какой молодец. Да, и мы делали выставку, то есть это было прямо торжественное открытие с перерезанием ленточки, да, и мама потом говорила, вы представляете, она с удовольствием теперь идёт в детский сад, да, и дети все тянутся, они знают, что вот там, например, Матвей у меня сделает сейчас мне вот этот самолётик, я буду с ним дружить, но дети немножко такие. Ну это же, вот вы так просто говорите больше про детей, это же ваша заслуга, это в первую очередь всё-таки, в первую очередь всё зависит от воспитателя. Наверное. Ну вот, потому что, знаете, вот я даже где-то в отдалённой вселенной не могу представить, что я смогу провести хотя бы час с 30 детьми, вот просто не представляю. Бывает ли у вас какое-нибудь выгорание, что-нибудь такое, вот усталость от детей, вот когда вот видеть их прямо не хочется? От детей усталости не бывает, у меня наоборот, я от детей получаю заряд энергии, и вот мне со всего мой муж всегда говорит, ты, наверное, никогда не наиграешься. Удивительная женщина, у меня просто нет слов, не уставать от детей, вот мы вот даже, мне кажется, все мамы, даже от одного своего ребёнка вот за пару часов вот можно устать. Нет, я не согласна. Ну, получается, вот взрослый вырастает, да, в какой-то определённый момент у него детство заканчивается, а у меня детство до сих пор продолжается, да. До сих пор продолжается, ну, я как бы самосовершенствуюсь, ещё что-то новое, да, сейчас у нас очень много нового, и мы, говорю, мы с детьми не просто проживаем вот этот день, мы просто проживаем играя. То есть нет прямо вот задачи, да, что-то сделать, вот идти по плану, вы просто вот сама как ребёнок с ними играете. Да, я уже потом фиксирую какие-то результаты, когда вот, ну, всё равно у меня в голове, как взрослый человек, у меня же есть какие-то образовательные задачи, которые я там по развитию речи, по обучению грамоти должна реализовать, да. И когда я знаю, что вот, например, на интересующих теме, например, на транспорте, я подсознательно понимаю, что мне нужно там научить детей считать в пределах пяти, в прямом и обратном порядке. То есть, ну, дети у меня играют, и они не понимают, что они обучаются в этот момент. Ну, вот это тоже, знаете, нужно уметь, вот как это сделать? Нет, всё-таки работа воспитателя, я вот всё, я вот просто преклоняюсь, низкий поклон. Спасибо. Вы говорили про какие-то интерактивы, про какие-то игры, может быть, мы с вами сегодня что-нибудь поделаем? Да, я вот, получается, буквально совсем, ну, наверное, около года назад такая у меня появилась новая технология, да, она объединяет и коммуникацию, и ещё что-то, называется, игра в глину. Игра в глину, да. Поиграем в глину. Алексей Лильчука, технологии, давайте поиграем. Давайте поиграем в глину, не переключайтесь, друзья, мы сейчас будем играть в глину. Ну что, друзья, мы продолжаем, и сейчас мы с Натальей Фёдоровной будем играть в глину. Я сейчас представлю, что я в садике, что мне 4 года, и вот я играю. Да, давайте возьмём глину, возьмите, вот, возьмите в ладонь столько, сколько вам удобно. То есть самое основное вот в игре в глину, да, это мы предоставляем ребёнку столько материала, сколько он хочет. Обычно на занятиях по лепке мы даём, ну, буквально вот такой кусочек пластилина, да, а когда мы предоставляем ему, возможно, взять столько, сколько он хочет, у детей получается вообще простор для творчества необыразимый. Да, вот вы сейчас руки взяли в глину, она приятная, да, очень? Ну, вообще, слушайте, это какая-то медитация, какой-то дзен. И сразу хочется что-то слепить, да. Ну вот, получается, играя в глину, дети лепят не для того, чтобы это слепить и поставить на витринку, да, чтобы мама пришла и посмотрела, какая красивая игрушка. Мы лепим для того, чтобы поиграть. То есть вы можете слепить себе свою любимую игрушку, какую хотите, да? Ну, например, какая была у вас любимая игрушка. Какая была у вас любимая игрушка? Можете слепить. И мы с вами попоиграем. Я уже должна слепить свою любимую игрушку? Ну да, можете слепить. Ой, как это сложно, слушайте. Тогда, наверное, я просто слеплю человечка. У меня вот это, знаете, с творчеством вообще так себе не рисовать. Мы даже, вот вы говорили про выгорание педагогов, да? Да. Когда мы каждый раз чем-то заняты, в поисках чего-то нового, да? И во время сон-часа, когда детишки у нас отдыхают, мы меняемся, да? Один педагог, например, остается с детьми, другие педагоги собираются, и мы тоже играем в глину. И это очень сильно успокаивает. Расслабляет, да? Расслабляет, да. Это вот, ну, у меня, например, получилась вот такая птичка, да? А ничего не успела сделать. А ничего страшного. А самое важное, вот в игре в глину мы привыкли вылепливать таких скульптурно-идеальных каких-то, да, человечков, чтобы там прямо глазки в шляпке, в очках, все четко. Но этого не стоит делать. Когда вы даже, вот, например, вы со своей дочерью начнете дома что-то лепить, вы не старайтесь вылепливать одинаково, чтобы там пропорции тела были соблюдены или еще что-нибудь. В общем, как хочется, да? Да, как хочется, потому что это вот именно ребенок посмотрит на вашего идеального, вылепленного, да, человечка, она скажет, ой, а я так маму не могу, да, сделай мне сама. Да, точно. Да, вот. А нам нужно, важен не то, что какой-то будет результат. Ребенок повзрослеет и сможет вылепить все, что угодно, да, а нам важен сам процесс, когда мы вот с вами лепим. Пусть у меня это будет, я не знаю что, какой-нибудь скат или разделочная доска. Хорошо. Вот у меня, например, получилась птичка, да? Глину очень любят, когда ее тянут. Давайте возьмем побольше. А глину вы, вот это вы сами все готовите, ее же нужно намочить. Да, глина специальная такая получается, мы ее храним в специальных таких мокрых тряпочках, которые складываем в контейнер, да, и у нас есть такая в детском саду специальная комната, называется комната, в которой живет глина. И давайте с вами попробуем вырастить дерево. Давайте, а то ко мне что нужно делать? Вы поставьте вертикально на стол нашу глину, да, и вот получается, глина любит, когда ее тянут, вот. А это, знаете, получается, когда я сказала, возьмите столько, сколько хочется, дети тоже сначала берут большое количество. И здесь они уже понимают, что наши желания, да, они всегда могут совпасть с нашими возможностями, да, получается, да. Вы так интересно все рассказываете, главное, у вас так горят глаза, Наталья Федоровна, расскажите, были ли у вас когда-нибудь мысли вот уйти из профессии? Нет. Никогда не было? Не было такого, чтобы уйти из профессии. А, например, из-за зарплаты, вот, потому что, насколько нам известно, вот, воспитатели, вот, труд воспитателя не очень хорошо оплачивается. Ну, в моей жизни как бы был такой период, да, это было около, наверное, 20 лет назад, возможно. Когда, действительно, я, поработав некоторое время в детском саду, решила, что, ну, да. Нужно заколачивать деньги. Да. Нужно немножко заработать, да, поэтому у меня был такой период, когда я не работала в образовании, но я прямо вот помню этот момент, когда я ушла и ложилась спать, да, и мне вот эти детские коридоры, когда с детьми иду на музыкальные занятия, скультурные, они мне прямо снились. Снились. Да. И вот... Как будто свет погас, да? Да. Жизнь как-то перестала быть яркой. Особенно, когда ты своих выпускников где-нибудь встречала там на улице, они там, я думала, ой, наверное, я все-таки вернусь, и, наконец, потом это совершилось. Восемь лет назад я вернулась в образование, решила все начать сначала, но за это время, конечно, образование немножко поменялось, да, стандарты все изменилось. Ну, какие вот были ощущения, вот, как будто бы домой вернулись, да? Я сразу почувствовала, что я как бы вот в своей тарелке. Я в своей тарелке? Я в своей тарелке. Вот каково это, знаете, вот взять маленьких-маленьких детишек и вот потом их отпустить в школу. Грустно. Ну, да. Здесь, знаете, такое двойственное чувство. Во-первых, грустно, а во-вторых, гордость за то, что вот как мама же, когда ведет ребенка в школу, да, точно так же. У меня только их 30. Ой, я все, я сейчас буду плакать, я все, я не могу. Ну, и очень приятно, когда по прошествии какого-то времени, да, тебе звонят, пишут и приходят к тебе в гости выпускники, и ты вот это чувствуешь, что, да, действительно. Что-то я сделала правильно. Все было не зря, да. Особенно, когда был такой момент, когда девочка написала, что она будет воспитателем, как Наталья Федоровна. Мне тоже это было очень приятно. Это тоже был такой какой-то показатель, да. Так, и смотрите, вот что вот мы вот это вот, мы лепим все. Да, вот смотрите. Все вы лепите. Ну, вот как бы у нас получилось, вот такие деревья получились, да, мы с детьми точно так же лепим. С детьми можно лепить вообще все, что угодно. Например, посмотрели какую-то там, не знаю, познавательную передачку, да, или бы мультфильм какой-то, да, познавательный. Мы оттуда лепим героев, еще же мы можем и поиграть. То есть, если мы полепили на обычной лепке в пластилин, да, то мы поставили, как я уже говорила, мама вечером пришли, восхитились, сказали, О, какой красивый, да, там еще что там, а почему у тебя там глазика не хватает, или еще что-то. Да, да, точно. Вот смотрите, я вам такую совушку слепила, да. Ой, боже, какая прелесть. Она у меня здесь будет сидеть, а я леплю тогда грибочек. Вот смотрите, у вас будет совушка, а у меня будет вот такая птичка. И теперь смотрите, представим, что у нас здесь много-много-много, да, всего, и мы же можем поиграть, да. Я могу прилететь к вам, Косте, и у нас получится такая небольшая сказка. Я лечу, лечу, лечу и говорю, привет, я птичка-синичка. А я говорю, у-у, у-у, привет, привет, тебя как зовут? Меня зовут Саша, а тебя как зовут? Меня зовут просто Синичка, я очень хочу с тобой дружить. Будем дружить? Будем, конечно, сейчас только я слезу с твоего дерева. Здорово. И вот это все же может затянуться на часы. Да, совершенно верно. Слушайте, я прямо сегодня пойду куплю глину, потому что, ну это правда, как-то и время пролетает. Это совсем другие ощущения, отличные, да, от пластилина. Потому что глина – это природный материал, мы когда в руки берем, она такой своей, как бы, энергией делится. Пластилин, ну вообще, вот это, знаете, вот, честно, мне даже стыдно немного за это иногда. Я вот не люблю играть. Вот я вот, вот у меня вот есть дочка, я вот, я не люблю играть. Я, конечно, делаю это, но вот я вот это лепить, у меня там все это разваливается, тяжело. Мне сразу хочется полежать. Потому что вы, наверное, стремитесь к какому-то совершенству. Да, точно, точно. Вот смотрите, у глины есть такие плюсы несовершенства. То есть, как вы заметили, наверное, это отсутствие цвета, да? Если бы в самом начале, когда я вам предложила что-то слепить, и представьте, что глина была бы красного цвета, вы бы однозначно слепили либо яблоко, либо томат, да, либо ягодку малинку. Малинку, точно, да. А здесь получается, что цвет отсутствует, и вы можете лепить все, что угодно. Большое просторное для фантазии. Да, 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 совершенно верно. Я слепил его. Вот видите, у вас уже грибок получился. Нормально, я разделаюсь на доске. То есть здесь, опять же, завязывается и коммуникация, и развитие речи, да, когда дети начинают между собой все это проговаривать, сочинять. Прямо это вообще здорово. Скажите, Наталья Федоровна, вот ваше мнение о родителях, которые целенаправленно изолируют ребенка от сада. То есть, ну, вот считая, что вот, ну, не нужно, вот, я лучше дома буду вот сама, читать ему. Я категорически, наверное, против, потому что, во-первых, это коммуникация детей, да? Социализация. Социализация, да, идет. Ребенок учится отрабатывать свои навыки, да, вообще, как в будущем, это ему очень сильно пригодится. И поэтому я бы рекомендовала всем ходить в детский сад. И вот, а вот такие вот интерактивы вы придумываете сама каждый день? Ну, это я не придумываю, это, получается, мы образовываемся, встречаемся с коллегами, со своими ездим даже в другие города, да, что-то оттуда привозим, что-то свое добавляем, то есть берем какую-то технологию, да, немножко туда своего добавляешь. И вы каждый день вот что-то новое, какая-то новая программа. Ну, не каждый день, но хотя бы там раз в три месяца стараемся что-то обновлять. Это все как бы накладывается друг на друга. Кто-то коллега, да, например, в соседней группе что-то она там увидела, я что-то увидела. Мы поменялись, и, может быть, даже это все объединили, скомбинировали как-то все вместе. Вот как вот можно не ходить в садик, да, когда такая движуха, мне кажется, это тоже чудесно, потому что я сама, знаете, тоже очень любила ходить в садик. У меня были очень хорошие отношения со всеми детьми, с воспитателями. Я даже до класса пятого я ходила в гости к своему воспитателю, потому что мы прямо с подружками пойдем, что-нибудь принесем, чай попьем. Ну, я вас еще раз поздравляю, Наталья Федоровна, с тем, что вы заняли гран-при, даже не первое место, получается. То есть вы лучшая. Ну, да, получается. Вы в нашем городе лучшая. И действительно, вот глядя на вас, я вижу, какая вы добрая женщина, искренняя, любящая свою работу и детей. Спасибо вам большое, что пришли. Слепили мне вот совушку. Всего вам хорошего, успехов вам и каких-то дальнейших творческих прорывов. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.